Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Солгораева и вот о чем расскажем сегодня. Герои страны! Как в Казани праздновали победу сборной России по футболу, увидел Сергей Хайдаров. Из свалки в пожарище. Кто-то, наверное, поджег. В селе Татарская Багана Чистопольского района несколько дней горит местная свалка ТБО. Почему рядом нет ни одной пожарной машины, выяснял Рамиль Шайдулин. Горячая цена пляжного отдыха. Пляж грязный, не оборудован, еще и парковка платная, за что? В пляжном отдыхе разбиралась Альбина Минибаева. Адилья и Зигфрид заболели. У лебедей обнаружены небольшие бактериальные инфекции. В чем причина недуга птицы, почему людям нужно быть осторожнее. Слава Тухмадулян. Гуляет Питер, празднует Москва, удивляет Екатеринбург и сжет Нижнекамск. Победу нашей сборной в матче с Испанией минувшей ночью отмечала вся страна. Кажется, абсолютно забыв, что с утра всем на работу. Впервые в истории Россия вышла в четверть финал чемпионата мира по футболу. Ей предстоит игра с Хорватией 7 июля в Сочи. Эмоции долгожданной победы у Сергея Хайдарова. Вот так с барабаном в руках в этом море любителей футбола российскую сборную поддерживает Карло Стула. Ему 77 и он самый взрослый аргентинский болельщик. К сожалению, наша команда вылетела из мундиали. Это досадно, но жизнь продолжается. Пока сборная России в игре, буду ее поддерживать. В этот момент страна словно сошла с ума. Люди поют, танцуют, причем прямо на проезжей части. Автомобилисты поддерживают ликование. Вместе с нами радуются и гости России. Я люблю Россию. Вы показали невероятный матч. Отправили домой фаворитов турнира. Я влюблен в эту команду. В России удивительные люди. Оказывается, вы умеете праздновать. Празднуем и мы, несмотря на то, что болели за Испанию. Сразу после окончания матча Испания-Россия. Здесь, на казахском фестивале болельщиков, творится что-то невероятное. Футболные фанаты никуда не расходятся. Они будут праздновать здесь до самого утра. Россия! 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 А эти кадры сняты через несколько часов после исторической победы в самом центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицы с флагами и кричалками. Люди ликуют и в Питере. Причем иностранцы радуются не меньше россиян. Мы из Перу и болели за Россию, потому что заночьевым испанцам хотелось утереть нос. Молодцы! Колумбия за Россию, потому что такое радушие, искренность. А вообще жесткая была игра. Море эмоций. Русские молодцы! Ярко и креативно сборную поздравили в Нижнекамске. На местной 196-метровой телевышке всю ночь красовался российский триколор. А в Екатеринбурге мужчина назвал своего сына в честь Дюбы. У вас Артем футболистом будет? Нет? Вот какие планы? Ну, футболом нужно заниматься. Я сам в детстве занимался футболом. А вот Акинфеева теперь в социальных сетях называют многоруким богом Шивой. И даже ставит его ноге памятник. Эмоции после чудо-сейва люди не смогли сдержать даже в летящем самолете. Улица Бауна спустя два часа после матча. Кажется, весь город в триколории. Некоторые считают, победить помогли усы надежды. Давно ли вы отращиваете свои усы надежды? Вот сегодня с утра, с самого начала чемпионата. Мы были бородаты и просто побрились. Побрились? Мы сказали, если Россия выиграет, мы будем две недели ходить и сами. В победном шествии российских болельщиков участвуют и испанцы. Карлос Мунья два года живет и учится в Казани. Если вы нас могли выиграть, вы могли выиграть всех. Это вы заслуживаете чемпионат мира. О том, что понедельник рабочий день, кажется, в России забыли. По крайней мере, до утра. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Сегодня на чемпионате мира мы узнаем, кто приедет в Казань. Сразу четыре команды разыгрывают очередные путевки в четвертьфинал. В пять часов вечера бразильцы на Самарском стадионе начали игру против сборной Мексики. Итог встречи 2-0 в пользу Бразилии. А вечером в 9 часов Бельгия и Япония между собой определят второго соперника по четвертьфиналу. Игра одной четвертой финала победителей пар пройдет на стадионе Казань-Арена 6 июля. Болельщикам настолько нравится Казань, что некоторые здесь хотят остаться. Одному из таких Джастину Уолли из Англии сегодня предложили работу. Он станет послом туризма Татарстана. Фанат из Англии сам изъявил желание у нас трудоустроиться. Ленар Геннатолин о том, почему в Казани мечтают остаться. Это наш традиционный головной номер. А, Евросоюз. Окей, здесь мы. Теперь его запомнят англичанином в тюбетейке, который захотел остаться в Казани навсегда. Потенциальный работодатель Госкомитет по туризму. Соискатель Джастин Уолли. Футбольный тренер с 18-летним стажем. Я думаю, что вы немножко понимаете. За плечами работа в четырех футбольных европейских клубах. И вот уже пять месяцев успешно тренирует команду в Зимбабве. Так его команда радуется очередной победе, пока Джастин на чемпионате мира. Не приехать в Россию он не мог. Путешествие это его второе пристрастие. Побывал в Москве, в Питере, Сочи, а в Казани решил остаться. И написал об этом в Твиттере. Есть ли шанс, что я смогу остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в отделе туризма города? Пожалуйста. В госкомитете сообщение прочитали и пригласили на собеседование. Иностранный гость рассказал, что его привлекло. Атмосфера пребывания в городе расслабляющая. В Казани очень приятно отдыхать. Вне зависимости от мероприятий, проходящих здесь, это место действительно фантастическое. Его стоит посетить каждому. Угостили чак-чаком, рассказали о достопримечательностях республики и предложили представлять Атарстан в качестве посла по туризму в тех странах, в которых будет находиться Джастин. Мы понимаем, что практически все 100%, кто сюда приезжает, они остаются очарованы нашим гостеприимством, красотой, историей, культурой. Поэтому для нас очень важно, чтобы как можно больше людей, которые здесь лично побывали, могли об этом рассказать людям других стран. Джастин предложение принял, ушел в тюбитейки и сообщил, что уже 4 человека по его рекомендации купили билеты в Казань. Ленар Генатулина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Чтобы таких, как Воли, стало больше, туристические объекты не перестают удивлять гостей. Сражения на мячах, футбол в доспехах и мяч из глины. С такой интерактивной программой встречают туристов в Свияжске. Сегодня ее представили в городском пресс-центре Мундиаля. Ремесленники сплели из ивы футбольный мяч и угостили всех желающих фирменными оладьями. Кульминацией интерактивного Свияжска стал средневековый бой на мячах в рыцарских доспехах. На весь период чемпионата в рамках интерактивных программ, которые проходят в комплексе ленивого торжка, бонусом мы дополняем футбольные эстафеты. То есть в каждой группе дается возможность. Мы делим на несколько групп, где выдаем часть доспеха. Может быть это будет мяч, шлем или щит. И есть возможность посоревноваться и забить гол. Прикоснуться к футболу с таком средневековым. Казанские оракулы чемпионата мира ушли на карантин. Пара лебедей на Черном озере приболела. Напомним, Зигфрид и Адилия предсказывали нам результаты матчей сборной России на Мундиале. Сейчас птицы под наблюдением. Почему чернокрылым не здоровятся и как на это повлиял человеческий фактор? Салават Мухаммадуллин. Пока дети купаются и наблюдают за рыбами, Адилия и Зигфрид на берегу. Черное озеро буквально оккупировали горожане. Пернатам теперь не совсем комфортно. Жарко же. Круто же, как у меня в такую погоду купаться. Это не зона для купания. Я это вообще никак не поощряю. Но я ему никем не прихожусь. Так лебеди делят воду вместе с казанцами. Однако сегодня птицам не до водных процедур. Они поселились на Черном озере ровно месяц назад. Уже тогда посетителей парка предупреждали. К чернокрылым нужно относиться с особым трепетом. У них специальный рацион. Но просьбы услышали, похоже, не все. И птицы заболели. Лебеди настолько привыкли к людям и доверяют нам, что подойти к ним не составляет труда. А потому причиной недуга птиц вполне может быть и человеческий фактор. Нашу теорию подтвердил ветеринар. Птиц подкармливают 24 на 7. И не всегда правильной пищей. Скорее всего, причина заболевания в период они хлеба. Но зачастую я вижу, что кормят непосредственно и киреешками, и чипсами. Они в себе содержат очень много соли. Это может вызвать отравление. В дирекции парков и скверов информацию подтвердили. Уже с пятницы птицы живут под наблюдением орнитолога. У лебедей обнаружены небольшие бактериальные инфекции, которые вызваны неправильным, к сожалению, питанием. Но сейчас уже назначено лечение, курс лечения специальный. Начиная с пятницы лебеди получают уколы, инъекции, которые позволят им в скором времени уже быть полностью здоровыми. Курс продлится неделю. Так сами люди без злого умысла навредили птицам. Напоминаем, подкармливать лебедей можно только травой и овощами. Хлеб строго противопоказан. Словат Нухмадолин, Амерзалишов ТНВ, Казань. На смену изнуряющей жаре, которая подкосила не только пернатых, но и метеочувствительных людей, идут дожди. Гидромедцентр объявил об ухудшении погоды. Грозы, граты и кратковременное усиление ветра до 22 метров в секунду. МЧС Татарстана советует по возможности в это время оставаться дома или в закрытых помещениях. Из-за жары горы мусора с синим пламенем. В селе Татарская Багана Чистопольского района огнем охвачена несанкционированная деревенская свалка. Она в считанных метрах от жилых домов. Больше недели селени боятся, что огонь может добраться и до них. Каково это жить бок о бок с пламенем? Рамиль Шайдулин. Запах гари и густой дым уже 10 дней накрывает Татарскую Багану. Огонь в 100 метрах от села и только разгорается. Разгорается, стань ветер чуть сильнее и последствия могут быть необратимыми. Если раздвижется, полдеревни нету, считай. Деревенские боятся все, особенно старушки, старики. Горит на болотистой местности, поэтому можно предположить, кстати, об этом говорят и сами селяне, что так горит торфяник. Но только пламя уже подбирается и до дерева, и до твердых бытовых отходов, потому что многие годы здесь разбита свалка. Свалка, уверяет руководство сельского поселения, появилась незаконно на месте старой фермы. Сначала мусора привезли одни, после стали свозить тележками. За годы свалка выросла до 15 гектаров. Там торф с навозом остался от вековой фермы, мы туда сгоняли бульдозеры, все окучили, теперь ничего не угрожает ни лесу, ни дороге, ни селу. Но пока с огнем сложно справиться. Пожарные службы тушат, но, скорее всего, из-за жары огонь вспыхивает уже на следующий день. Пожарные приезжали раз, наверное, 3-4, но там, как таково, торф не гаснет. Впервые, по словам чистопольских пожарных, на горящую свалку выехали в прошлый четверг. Тушили минимум два экипажа, плюс добровольцы. Сегодня она снова в огне. На данный момент было организовано взаимодействие с главой сельского поселения, который утверждает, что у него на месте дежурит также ДПО Чулупан. Угрозы распространения на населенный пункт, на жилые дома отсутствуют. Дополнительно также было выслано ДПО Маслюнкина. К вечеру пожарные сбили огонь, на место приехали экологи. И вердикт, руководство поселения вынудит убрать опасную свалку, как грозящую не только пожаром, но и метаном, и другими газами. Глава сельского поселения, я на завтрашний день его пригласил на собеседование, и будем через суд заставлять ликвидировать все это хозяйство. Точных причин возгорания свалки пока нет. Виноватыми могут быть жара, торфянники и даже человеческий фактор. В сельсовете не исключают и факт поджога. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Чистопольский район. Место под солнцем за 100 рублей. Автомобилисты Елабуги могут попасть на городской пляж только за деньги. При этом не получают даже чеков. Жители говорят, это традиционная ситуация. При том, что для них это единственное место для купания. Законно это или нет, разбиралась Альбина Минибаева. Заяхать можно? 100 рублей. А? 100 рублей. А почему 100 рублей? За что? За парковку. Заплатил, позагорал. Таковы условия пляжного отдыха для автомобилистов Елабуги. 100 рублей за вход – цена близкой парковки. Одни пытаются договориться и скинуть цену, другие просто недопонимают. Говорят, платить не за что. На каком основании платная парковка? Здесь на пляже ничего нет. Пляж грязный, не оборудован. И еще и парковка платная. За что? Я не думаю, что там кто-то смотрит за этими же машинами. Здесь до этого было очень хорошо, чисто. А сейчас, на данный момент, здесь очень грязно. И за вес, за что-то почему-то берут 100 рублей. Если начнешь с ними ругаться, то они скидку делают до 50 рублей. На плате все равно приходится. По всему пляжу обертки, хворот, бревна и угли от костров. Отдыхающие и не помнят, когда обновлялась территория. А место для спасателя постоянно пустое. Благодарна, что есть солнце и вода у нас уже. И лабуги так. Кабинки вроде есть переодетцы, но они какие-то очень старые. Не знаю, сколько они здесь уже стоят. Другие места не оборудованы, купаться негде, по большому счету. Поэтому отдыхающим остается принимать условия монополиста. При этом автомобилисты даже не получают чеков. 100 рублей тут убираем территорию мы каждый день. Уборка территории, мусор весь, стекла. Организаторы парковки и суборентаторы. Они заключили договор с компанией, которая и арендует участок у руководства национального парка Нижняя Кама. По словам организаторов парковки, деньги идут на благоустройство. Этот сбор идет чисто на территорию, на музыку, которую они слушают и отдыхают. И на место, которое мы им бесплатно предоставили. О 100-рублевом жарком споре на пляже знают и в исполкоме Елабуге. По словам руководства, земля принадлежит национальному парку Нижняя Кама. Загорать можно бесплатно, но вот парковаться по прайсу. Можно поставить машину до шлагбаума и пройти пешком бесплатно. А заезд на данную территорию, да, он ежегодно уж, остается 100-рублевым. Обычно там машину оставляем, мест нет. Пришлось заплатить 100 рублей заехать. Альтернативы нет. Остается или соглашаться с условиями, или добираться до пляжа без автомобиля. В течение этой недели пообещали наладить систему, чтобы выдавать чеки. А по будням, до пятницы, стоимость парковки составит полцены. Альбина Менебаева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабуга. Если у вас есть о чем рассказать, на что пожаловаться, а может наоборот поблагодарить, ждем ваших звонков по телефону 570-5017. Это новости на ТНВ и далее в программе. Для спасения домов, жертву сады и леса. Мы всю жизнь положили по вете сады. Как изменили генплан Казани, публичные слушания увидела Лина Изнатулина. Он объединил 14 коллективов со всей республики. На национальном празднике Громбатон побывала Алина Мусина. Варианты сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов с компанией «Премиум строй» обсудили сегодня в Доме правительства. Рустам Яниханов встретился с руководством фирмы. Компания предлагает полный комплекс работы и услуг, связанных со строительством жилых зданий и инфраструктурных объектов. И чуть позже президент вылетел в Москву. В рамках рабочей поездки Рустам Яниханов встретился с новым министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Принял участие глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов. Обсудили состояние дела в отрасли республики, ход уборочной кампании в Татарстане и перспективные инвестиционные проекты в АПК. Дмитрий Патрушев отметил устойчивый и стабильный рост в сельском хозяйстве в республике. У агрокомплекса хорошие показатели в растениеводстве и животноводстве. Большое внимание поддержки фермеров и обновлению сельхозтехники. Где-то убрали дорогу, где-то сократили застройку, а где-то вернулись к старой схеме. В мэрии Казани сегодня подвели итоги общественных слушаний по новому генплану города. В обсуждениях, которые проходили с 29 мая по 6 июня, участвовали больше 4000 казанцев. Их предложения уже отразились в документе. Кого услышали, а для кого изменения обернулись проблемой? Лина Зинатулина. Мы начинали с колышка. Тут вообще ничего не было. Так о своей даче рядом с новой сосновкой рассказывает Вера Евдокимова. Вместе с внуком она живет здесь целое лето, держит огород. Во время публичных слушаний выяснилось, участки под угрозой сноса. Я понимаю, что дорога, возможно, это и надо. Но надо найти такой путь, чтобы наименьшее было. На благо людей. Чтобы людей не затрагивало. Вот по этой так называемой зоне 430 территории аварийной посадки самолетов и пойдет теперь дорога через новую сосновку по согласованию с КАПО. Она заденет также часть садовых участков и леса. Но за свои дома жители сосновки и карьеры уже могут не беспокоиться. Это результат того, что свои дома они защищали на каждых слушаниях с конца мая. По-моему, это хорошее решение. И жители будут очень этому положительно относиться. А вот дачники, которые неожиданно узнали, что дорогу перекинули на их территорию, теперь не знают, что делать. Сосновка. Они в феврале месяце уже узнали, что там будет проходить дорога. И они имели возможность в феврале месяце бороться. За свое на 13 публичных слушаниях поборолись больше 4200 человек. А сами встречи длились по 5-7 часов. Подводя итоги кампании, главный архитектор города сообщила об основных моментах. Оказалось, слушания изменили многое. Так, в Нагорном, по предложениям жителей, дорогу решили построить по схеме нынешнего генплана. А в Больших Клыках изменения еще круче. Вместо, скажем, 50 домов, как в генеральном плане, предполагался снос 8 домов. Но в связи с тем, что жители нам не поверили, не захотели принять это предложение, от этой дороги отказались. Дорога идет по домам людей. Много вопросов было и о проезде в Салмачах. В итоге дорогу перепроектируют, минимально затрагивая жилье. Но зону запрета строительства, связанную с близостью газопровода, никак не уберешь. Для улицы Гаврилова, выслушав активистов, заложили более щадящую застройку, сохраняя больше зелени. Более 3000 предложений от неравнодушных наших жителей обязательно нужно проанализировать. Самые лучшие из них должны быть претворены в жизнь. План, рассмотренный на публичных слушаниях, лишь рабочая версия. После всех переработок итоговый документ опубликуют к концу года. Лена Зинатольевна, Андрес Натальцев, СНВ, Казань. Коммунальные платежи повысятся. С 1 июля в России ежегодная индексация тарифов на ЖКУ. Есть новости и для рынка долевого строительства, и для бюджетников. Обо всем подробнее в нашем обзоре. Тарифы на коммунальные услуги вырастают в среднем на 4% по России. Более всего повышение на себе ощутят в Санкт-Петербурге и Якутии 6%. В Кемеровской области, Башкирия 5,9%. Москва, Кировская и Новгородская области 5,5%. В Татарстане ЖКУ вырастет на 4,2%. Об этом стало известно на итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам. Покупать жилье должно стать безопаснее. С 1 июля в России заработает новая схема купли-продажи недвижимости. Застройщики не будут полагаться на деньги дольщиков. Их будут поддерживать банки, сообщают известия. Сегодня в Татарстане на контроле 26 проблемных дыревых объектов, в которых квартиры приобрели 4229 дольщиков. ПТС станет электронными. С 1 июля в России вместе с бумажными паспортами транспортных средств начинают выдавать электронные аналоги. ЭПТС, кроме идентификационных данных, будет содержать и его технические данные, пробег, информацию о внесении изменений в конструкцию, техосмотр, данные о страховании. Электронный ПТС будет более чем в два раза дешевле, чем бумажный аналог 600 рублей против 1400. Ожидается, что полностью на новую систему автовладельцы перейдут к 1 ноября 2019 года. Сотрудники ГИБДД с 3 июля получат право брать кровь у водителей. Таким образом, они смогут установить, есть ли алкоголь в организме у автовладельца. Эта мера не исключает использование алкотестера и рекомендуется при обстоятельствах, когда участник дорожного происшествия находится без сознания. Начинает работать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Она затронет широкий спектр продуктов молока, мяса, рыбу, консервы и многое другое. За нарушение требований системы предусмотрены штрафы для юрлиц до полумиллиона рублей. Но для аграрии вплоть до 1 января штрафы за отсутствие регистрации в «Меркурии» пока налагаться не будут. Новость для любителей здорового питания. С 1 июля начинается эксперимент по добровольной маркировке готовой упакованной молочной продукции. Это поможет исключителей выявить в составе пальмовое масло и другие добавки. Есть и изменения, касаемые работодателей. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, теперь если сотрудник работает в праздничный или выходной день больше нормы, то эти дни надо оплачивать только один раз в двойном размере. Напомним, сверхурочно считается рабочий день, превышающий 40 часов в неделю. В Министерстве внутренних дел подвели итоги республиканского конкурса «Территория закона». 11 год подряд награждают лучшие районы, организации, учебные заведения. В этом году поступило 157 заявок. Первое место в номинации «За вклад в обеспечение общественного порядка» занял мэр набережной Челнов. С установкой видеокамер преступность в городе снизилась на 25%. На втором месте глава Нижнекамского района. На третьем – Альметьевского. За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности победил Ленар Султанов, начальник штаба народной дружины Нижнекамск-Нефтехима. За последнее время в республике наблюдается положительная динамика противодействия преступности. Значительный вклад в эту деятельность вносят главы администрации городов и районов, руководителей государственных органов исполнительной власти, органов местного самоправления, общественных объединений и населения. Есть понимание того, что только при совместной и слаженной работе можно достичь значимых результатов в профилактике правонарушений. Сегодня республика, лишний раз проходящий чемпионат мира по футболу, где Казань играет не Казань, а республика, весьма важную роль показывает, насколько у нас спокойная обстановка, насколько у нас привлекательная туристическая, насколько у нас привлекательная инвестиционная деятельность, экономическая деятельность. Президентский совет по межнациональным вопросам обсудит законопроект о добровольном изучении родных языков. Оно назначено на 13 июля, сообщает коммерсант. Отмечается, что совет планирует поставить точку в споре национальных республик с федеральным центром в этом вопросе. По итогам информацию доложит президенту страны. Напомним, 19 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект. Ко второму чтению в него должны быть внесены существенные изменения. В Балтасинском районе с размахом отпраздновали Герон-Бетон. Как у татар Сабанту и у Чувашуяв, у русских Иван Купалов в этот праздник собрал в себя все традиции своего народа. Фольклорные ансамбли, самобытные мастера и, конечно же, традиционная удмуртская каша. Ее попробовала и Алина Мусина. Уже много лет главный праздник Удмурта в Герон-Бетон начинается с шествия участников. В центре него символично солнце и земля. Все это для того, чтобы была хорошая погода, а урожай богатый. Сюда приехали 300 удмуртских артистов со всех уголков России. Всего 14 коллективов. Самые яркие самобытные номера. Здесь же мастер-класс от именитых рукодельниц. Надежда Измайлова одна из них. Это новодел, он изготовлен по старинному образцу уже. Обычный ручной ткацкий стан, как работали раньше в старину. Герон-Бетон по традиции проводят на лугу в период цветения. В переводе праздник означает окончание пассивных работ. Это и роднит его с татарским сабантуем. Есть национальные игры и татарские, и утмуртские. Вот это уже показывает, что в дружбе и в согласии живут у нас в республике, можно сказать, в стране, многие национальности. Колорит празднику придавали старинные народные костюмы, которые передаются от поколения к поколению. Есть у Герон-Бетона и фирменные национальные особенности. Безусловно, главным атрибутом праздника Герон-Бетон является каша. Сегодня ее варят из пшеничной крупы и жареного мяса. Расскажите, пожалуйста. Почему именно пшеничная крупа? Ну, пшеничная крупа – это как символ благополучия и плодородия. Тут же в рамках фестиваля выбрали и самую красивую девушку праздника – Чеберина-Чеберай. А еще здесь скачки, удмуртское подворье и город мастеров. Зрители окунулись в историю и быт удмуртского народа. Здесь вот варили еду, каши, супы. Стол был всегда полон явствами, выпечкой, которую вы видите сейчас на столе. Из года в год Герон-Бетон проводится в разных районах Татарстана. Следующим его ждут в Мамадышском районе. Алина Мусина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Балтасинский район. Такой была картина этого дня. Впереди еще прогноз погоды. А через несколько минут эфир продолжит программа «Вызов 112». Мы же с вами увидимся в 21.30. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. «Данил Мастер», «Казань. Восстание. 23». Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике сохраняется жаркая погода. Но в предстоящие сутки местами ожидаются осадки. По данным сервиса «Яндекс. Погода» на юго-востоке республики облачно, без осадков – плюс 33. На северо-востоке Татарстана местами пройдет дождь. Там температура воздуха составит плюс 32 градуса. На севере республики перемена облачность – плюс 32. На северо-западе повсеместно пройдут дожди, но будет по-прежнему жарко – до плюс 30. На юго-западе республики дожди и плюс 27. В центре Татарстана облачно, местами дождь – до плюс 31. В последующие сутки температура в республике немного понизится и ожидаются осадки. Росбанк-группа «Сосетия-Женераль» – российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Сидячая работа, спортивные травмы, поднятие тяжестей – всё это может привести к проблемам с позвоночником, а затем и к более серьёзным последствиям, например, операциям. Но скальпель хирурга – не единственное решение. Новейшее оборудование в медцентре «Доктор Ост» способствует избавлению от боли без хирургического вмешательства. Умные роботы могут помочь справиться с протрузиями, грыжами и остеохондрозом. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани в предстоящие сутки ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 28 градусов. Ветер восточный – слабый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 62%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлышина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова